Добрый день, в эфире Финам.фм Степан Демура, программа «Парадокс». Телефон у нас 65 10 99 6, код города 495. Звоните, пишите нам на сайт finam.fm. Очень меня просили больше не употреблять слово «ахтунг». Видать, еще живы-живы некоторые ветераны ВВС немецкого. Вот, и они тоже нас слушают. Ну, в гостях у нас сегодня будет Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода. Хотелось с ним поговорить и добить таки тему, почему же Россия, а не Китай. Потому что до сих пор ни один эксперт, приходящий сюда, и пишущий, и говорящий, не смог мне это объяснить. Взять более-менее доказательно, что вот, возьмем конец 90-х, скажем, 87-88 год, был Советский Союз, был Китай. Если взять уровень развития промышленности, производственной базы, инфраструктуры, энергетики, всего остального, инженерных школ, то что случилось? Почему Китай, сейчас у него ВВП 5 триллионов, а у нас там 1,2, по-моему, и ничего практически не осталось? Что же произошло? Наверное, здесь уже не просто в экономике дело. Но пока мы его ждем, он немножко опаздывает, к сожалению. Пришел к нам на электронную почту интересный вопрос, достаточно, ну, стандартный, скажем так, вопрос. Пишет Алексей, наверное, да, Олеся, Алексей пишет. Здравствуйте, что сегодня нашему правительству мешает использовать принципы НЭПа, управления экономикой, которые в известный нам исторический период уже доказали свою жизнеспособность и актуальность? Спасибо. Ну, что значит, в принципе, управление НЭПа? Это свободная экономика, да? Что нам сейчас мешает? Отсутствие конкурентоспособной промышленности и импорт. Что вот вы сейчас можете создать? Ботинки вы будете шить, например, да? Свой маленький заводик по пошиву ботиночек сделаете? Ну, они у вас будут по себестоимости проигрывать китайским ботинкам, а качество, наверное, будет то же самое, поэтому забудем об этом. Несколько иные времена. А вот потом, что было, потом, как Сталин восстановил страну, вот там вот можно покопаться и набраться, наверное, очень много интересного найти и правильного. Ну, я все-таки начну о Китае, о своем, скажем так, видении этой проблемы. Понимаете, у Клинтона в его оральном, простите, овальном, ну, оральный, понятно, почему кабинет называется, а в овальном кабинете, руки я положил на стол, так что не думайте ничего плохого, что стояла такая записочка, говорила с ициконами, first stupid, дурачок, сначала экономика. Так вот, я думаю, что поскольку существовали, до сих пор существует и Гайвардский план, и Хьюстонский план по уничтожению СССР, они были просто приведены в действие, потому что вот те питерские мальчики, я не имею в виду Путина, хотя он тоже из Питера, а вот это младореформаторы так называемые, был там такой экономический кружок, как мне рассказывали. Они интересовались всем интересным и новым в экономике, особенно, как можно быстро разрушить страну, какие-нибудь там придумать, такие вот быстрые методы, чтобы из социализма или развитого социализма, или даже коммунизма перескочить в капитализм обратно, какую-нибудь шоковую терапию, что-нибудь такое. В него входили, насколько я знаю, Чубайс, Гайдар, Кох, но не тот Кох, который нашел Павлович Коха, а Кох-реформатор, к ним примкнули Кудрин, по-моему, Иларионов, и даже, по-моему, участвовал в работе этого кружка некто Греф. Почему это питерский кружок? Курировались они британцами. Если вы вспомните, то очень быстро, когда назначили Влад-реформаторов, у нас вдруг в стране появился некто Ларри Саммерс. У него, кстати, кликуха Бёргер, потому что он очень любит кушать Макдональдс. Ну, соответственно, таким образом и выглядит. И команда харвардских специалистов, экономистов по реформированию экономики. Я долго прожил в Штатах, учил в Чикагском университете, так вот, там очень хорошая шутка такая есть. Если вы не умеете читать, то вы идете в МАЙТИ. Если вы не умеете считать, то вы идете в Гарвард. Вот примерно так. Но ведь была еще и другая компания так называемых реформаторов, которая тоже приходила к Ельцину. По-моему, это университет Бёркли. Да, из Бёркли они. Это были экономисты, которые в свое время помогли Сухатра превратить Индонезию в развитое общество практически за десятилетия, сделать более-менее развитую экономику с минимумом коррупции. Но почему-то товарищ Ельцин к ним не прислушался, а вот выбрали питерских мальчиков. Если вы посмотрите, то чем занимались Саммерс и питерские мальчики, они занимались полномерным разрушением экономики. Причем ведь, чтобы провести ваучеризацию, нужно же было сделать опись всех предприятий, в том числе оборонной сферы. Все это было сделано, вся эта информация была предоставлена американцам. Все это было очень интересно. Наверное, вы не в теме, но люди знающие говорят о том, что когда Ельцин подписывал приказ о проведении ваучеризации, ну помните, когда Чубайс обещал две Волги за каждый ваучер, то они должны были быть именными. Но ему подсунули закон, где это было устранено. Что, разумеется, открыло поле для, в общем-то, разгула тех и легализации тех денег, которые были нажиты преступным путем еще в Советском Союзе, а также для мощнейшего притока иностранных денег через своих ребят и людей, которые работали здесь. Я все время прочитал очень интересную книгу. Она называлась «Кошер Ностра». Если вы знаете, что такое «Коза Ностра», то это «Кошер Ностра». Этого человека убили, это «Кошер Ностра», мафия убила этого человека. В, дай бог памяти, в 2001 году, незадолго до публикации этой книги. В этой книге было отслежено становление цеховиков, и отслежено все это аж до таких страшных и ужасных лагерей, гулагов называется. Были у нас тут гулаги, умерли сотни миллионов, ну а вообще-то бред, об этом бреде мы поговорим чуть позже. И вот тогда уже была связка мощная между силовиками и основными жителями этих гулагов цеховиками. Там в основном сидели репрессированные евреи. Вот это вот такая связочка, она с годами только усиливалась и усиливалась. И, разумеется, у цеховиков были деньги, им нужно было их легализовать, ну а дальше вы уже знаете, что произошло. Потому что так быстро потерять промышленный потенциал и так быстро уничтожить страну, ну просто так экономика быстро не работает. Здесь нужна, я не знаю, ядерная война, чтобы все это так быстро уничтожить. Вот, хотелось бы услышать, конечно, комментарии Сергея Жаворонкова по этому поводу, но, наверное, он уже подойдет ко второй части эфира. В общем-то, говорить-то здесь уже не о чем. Я вот чем занимался последние несколько эфиров. Приглашали мы в гости людей, которые действительно спецы в своем деле и причем находятся иногда на диаметрально противоположных точках зрения, как и в смысле политики, так и в смысле экономики. И, в общем-то, все высказывали одно и то же мнение по поводу и экономической модели, которые у нас существуют в стране. Так повторюсь, это модель сырьевой колонии. И по поводу управленческих кадров, управленческого аппарата. Кто-то называет это триумвират, кто-то называет это разграбителями страны и тому подобное. Но уже говорить устали об этом. Но есть вопрос в том-то, на самом деле, после того, как это все сделано, квалификация, то есть у вас даны исходные данные, вот из такого пункта А хотелось бы попасть в пункт Б, в светлое будущее. И вот почему-то никто не может нам предложить четкой, простой программы выхода из сегодняшнего состояния в состояние, в котором мы хотели бы жить. Вот вопрос теперь у нас есть, интересный тут пришел. Существует такая версия, что третья мировая война, вопрос от Виктора, будет войной России и Китая. За кулисы страивает эти две страны для решения двух проблем. Окончательное решение русского вопроса и для того, чтобы остановить экономическую экспансию Китая чужими руками. Ваше мнение. Ну, окончательное решение русского вопроса можно сделать и без Китая. Китая этим сейчас очень активно занимается наш замечательный правительство. Ну, нам с Китаем воевать будет очень тяжело. По одной простой причине. Нужно сдержать Китай в течение, скажем, 10-12 часов, пока они не смогут захватить значительную часть суши. Пойдут они, конечно, сначала в Сибирь. В Сибири жить тяжело, там холодно, дорог мало. Даже с существующими войсками это сделать можно. А чтобы уничтожить Китай, на самом деле, никакой ядерной зимы не нужно. Там достаточно уничтожить всего пару плотин, чтобы треть Китая была затоплена. Но вернемся к этому, на самом деле, очень интересному вопросу после выпуска новостей. Мы снова в прямом эфире. Это программа «Парадокс». Я ведущий Степан Демура. Подключайтесь к разговору по телефону 66510996, Кутгор 495, или пишите на финам.фм. У нас есть телефонный звонок. Давайте его возьмем. Максим? Да, добрый день. Добрый день. Собственно, вот в связи с вашим вопросом, у меня таких вот три небольших соображения. Первое соображение, насколько я понимаю, у нас малые предприятия и все остальное, бюджеты различных уровней, приносят совершенно какие-то копейки смешные, там 1-2%. Потому что, насколько я помню, у нас здесь крупнейшие компании генерируют там через неплоенную ОВП, да. Почему не сделать регистрационных предприятий, например, просто уедомительный и снять, ну, освободить от налогов? Это же даст чудовищный скачок просто. Второй момент – это вот по вопросу приватизации. Что сейчас мешает абсолютно всем гражданам России завести брукерские счета и на них тупо приватизировать народные достояния? То, что у «Газпрома» принадлежит там государство, огромный пакет, значит, он не принадлежит никому. Что мешает просто взять и поделить на 150 там частей и эти папиры отдать гражданам? Ну, там условия, например, чтобы нельзя было там пользоваться, ну, там, 5 лет, например. Ну, разумеется, это все будет работать, только если оно начнет суда работать. А это тоже, я так понимаю, бессменная политическая система абсолютно нереально. Понимаете, когда я слышу такие предложения, у меня всегда возникает вопрос, а, собственно, кто этим будет заниматься? Можешь таких людей назвать? Нет, это второй вопрос. Вот вопрос у Влада Долсова. Если так подходить, то, разумеется, в связи с сферной политической системой делать абсолютно бессмысленно политическая, в связи с сферной системой ничего сделать нельзя. Рыба-то у нас головой тухнет, как известно, простым людям. Ну, разумеется. Разумеется. Просто я к тому, что при большом желании это все сделать можно очень быстро. Я очень смеялся, когда наш президент говорил об удвоении ВВП. Ведь если задуматься, то то, что считает наш Росстат, это примерно 40%. А остальное все в тени. Ну, оценку у них 60 на 40, да. Введи нормальную систему судебную, чтобы люди не боялись нормальной политической власти. Это все выдели. И снять, и убрать налоги. Поменьше налоги, да. А остальное малый бизнес, моментальное удвоение ВВП. Ну, я так понимаю, что обо всем этом глупо говорить до тех пор. Не, ну, почему президент у нас удвоился? В некотором смысле. Программа выполнена. Спасибо, Максим, за ваш вопрос. К нам присоединился Сергей Живоронков, старший эксперт Института экономики переходного периода. Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну, у меня вот вопрос был такой, который меня мучит, вернее, не столько мучит, а я им мучаю экспертов. Как так получилось, что если взять СССР и Китай, скажем, конца 80-х и взять Россию и Китай сейчас, то разница такая огромная, какая-то несерьезная. Как будто мы все это время себя долбили, вдалбливали куалды в землю, а они летали на крыльях, собирая всякие пакетики с живностью. Ну, я не согласен с самой постановкой вашего вопроса. Китай – это нищая страна, примерно в 4 раза беднее России, если мы говорим о душевом ВВП. Поэтому каждый раз, когда вы слышите заявление о китайском экономическом чуде, вы должны понимать, что душевой ВВП Китая составляет примерно 6 тысяч долларов, в то время как душевой ВВП России порядка 18 тысяч долларов. И можно сравнить Китай и с другими странами. Давайте поговорим о технологическом скачке. Я имею в виду технологический скачок. Ну, что значит технологический скачок? Когда у вас есть дешевая рабочая сила, у вас есть отсутствие профсоюзов и отсутствие законодательных гарантий труда, которые во многих развитых странах по сути означают пожизненный найм. И в этих условиях вы можете позволить себе сборочные простые производства переносить в Китай и использовать труд китайцев. Но обратите внимание, как только речь заходит о чем-то более сложном, мы не можем вспомнить китайских самолетов, мы не можем вспомнить китайских автомобилей. Вот завод в России, который пытался производить китайские автомобили в Черкесске, он разорился, потому что эти автомобили никто не хочет покупать, они низкого качества. Поэтому с Китаем все далеко не так благополучно, как говорит китайская дипломатия и китайская пропаганда. Кроме того, к проблемам Китая последние десятилетия добавляются три новые. Во-первых, на мировой рынок труда выходит еще более дешевая рабочая сила из бедных стран Юго-Восточной Азии, таких как Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, Бирма и так далее. По сравнению с ними, рабочая сила прибрежного Китая, где сосредоточены основные производства, и рабочая сила Пекина, она уже слишком дорогая. Кроме того, китайцы в нулевые годы фактически отошли от политики неприкосновенности нерезидентов и уже отмечены аресты предпринимателей, в том числе достаточно крупных, ну например, руководителей представительства Рио Тинта, это один из мировых металлургических гигантов. Все это ухудшает инвестиционный климат Китая. Смотрите, а что вы имеете ввиду под китайским путем? Под китайским путем я имею ввиду постепенную контролируемую государством индустриализацию за счет привлечения иностранных инвестиций и за счет предельно жесткого накопления. То есть, собственно, при том, что большинство китайцев не получают пенсии, Китай имеет крупнейшие в мире золотовалютные резервы. Да, спрашивается, вот зачем они нужны. Это политика государственных инвестиций, которые, ну, где-то могут быть успешны, где-то не очень. Вот, когда вы говорите, давайте используем в России, ну... Использовали бы. Использовали бы. Вот, ну, это развилка пройдена, у нас другая структура общества. А почему она пройдена, и почему именно пошли по этому пути, по которому пошли? Потому что, вот, экономисты любят говорить, что Россия отстает от европейских стран на 50 лет. Это говорили и 100 лет назад, это и сейчас говорят, и, в общем, ну, это во многом верно. Но вот Китай примерно настолько же отстает от России. То есть, когда у вас есть... Нет, нет. Есть аграрное население, готовое работать за несколько долларов в день, ну, тогда все в порядке. Нет, ну, что у меня с этим населением? Ну, население, которое работает, я однажды видел, как они добывают уголь в разрезе. Это нечто. Стоят два ржавых электроэскаватора еще советских, а население такое с маленькими сумочками носит уголь из карьеры. Это я все видел, это все есть. Я же, говорю, спросил вас не об этом, а спросил о том, что почему в конце 80-х вместо непонятных младореформаторов шоковой терапии не было сделано, как это сделано в Китае. Ребят, у нас есть некоторые отрасли, которые мы оставляем под государством, а дальше обогащайтесь, работайте. Иностранные инвестиции, пожалуйста. Ну, для того, чтобы продолжить вашу логику, надо сказать, давайте отменим пенсии, давайте отменим бесплатное государственное образование и здравоохранение. Вот китайский опыт не полон без этого. Вы почему-то это игнорируете. Это неправильно. Я это не игнорирую. А, слушайте, а так и получилось, у нас все равно отменили все пенсии. Те копейки, которые люди потеряли столько денег даже на реформе Павла, у нас все равно пенсии отменили. Никаких профсоюзов у нас нет. Защиты труда у нас нет. Что мы... У нас есть Макдоналдс и Гуччи. Значит, в сфере отсутствия излишнего регулирования трудового рынка, это, пожалуй, немногое, что роднит нас с Китаем, но за счет больших доходов России от экспорта сырья, от углеводородов и металлов, Россия имеет, в общем, очень дорогую рабочую силу. Рабочая сила в России дороже, чем в большинстве стран Восточной Европы. Сейчас, но тогда-то она таковой не являлась. Тогда она тоже являлась... Тогда нет, стоило 15. Тогда, да, средняя заработная плата в 200 долларов считалась хорошей, но в Китае тогда заработные платы были не в 200 долларов, а в 100, а то и в 50. Минутка у нас была образованная, прошу прощения, население, образованная рабочая сила, инфраструктура развита, инженерные школы есть. Почему не вкладывали в нас? Образованная, образованная рабочая сила в значительной степени у нас эмигрировала. Это тоже... Я говорю про конец 80-х. Да, да, она тогда и начала эмигрировать. Как только при Горбачеве стал рушиться железный занавес, то, в общем, извините, в эмиграцию ехали миллионы, миллионы людей. И это не люмпины. Это как раз прежде всего наиболее образованная часть общества. Прямо до конца 80-х. Ну, это конец 80-х, начало 90-х. То есть где-то уже с середины 90-х массовая эмиграция из страны прекратилась. Но уже после реформ. Но уже после реформ. Но вот я не понимаю, как можно пренебрежительно говорить о реформах в России и приводить нам в пример Китай, который беднее нас в 4 раза. Я просто сравниваю СССР и Россию, смотрю, что получилось. А средняя заработная плата в СССР квалифицированного рабочего, составляющая примерно 220 рублей, вы на курс черного рынка, а он составлял примерно 5 рублей за доллар, поделите. Вот и вспомните, какое богатство при Советском Союзе было. Ну, а сколько стоил автомобиль? Автомобиль стоил как квартира. А сейчас сколько получают квалифицированные рабочие? Сейчас квалифицированные рабочие получают больше среднестатистического интеллигента. Ну, сколько получают? В Москве работники ЖКХ получают более 40 тысяч рублей. Я вот знаю, в Калуге, в Калуге, да, на сборочном конвейере, народ получает где-то по 12-14 тысяч рублей в месяц. Да, примерно так, но и уровень жизни, и уровень, так сказать, цен в Калуге несколько иной. Цен в Калуге? Да. Ну, может быть, на недвижимость, а все остальное, как в Москве. Ну, я думаю, что и продовольствие там подешевле. Я бы не сказал, я бы не сказал, поэтому здесь сравнивать-то есть с чем. Ну, давайте уйдем от этого скользкого опроса, поскольку я понимаю, что вы не хотите его обсуждать сильно. Возьмем телефонный звонок. Нет, я просто не согласен с вами, вот и все. А мы туда пороложим сегодня. У нас на телефоне линии есть Андрей. Андрей. Здравствуйте, добрый день. Я бы хотел немножечко... Добрый день, слышно, да, меня? Можно быстро, потому что мы должны уходить на информационную перспективу. Хотел бы предложить немножко от этих технических мелочей уйти и рассмотреть с такой стороны вопрос, что вот, на мой взгляд, в отличие от Китая, Советский Союз, он уделил суверенитет и стал шпырьевой колоной. Мы рассмотрим это после новостей. Мы снова в прямом эфире в программе «Парадокс». С вами Степан Димура. Звоните нам. Телефон студии 6 5 10 99 6, код города 495. Или пишите на сайт Финам.фм. Ну, хорошо, что вы со мной не согласны. Я там придумал такой аргумент. В конце 80-х у нас была армия, у нас была достаточно мощная производственная база, были инженерные школы, были научные школы. И основной частью экспорта, правда, вы скажете, что это было в соц. страны, составляли машины и оборудование. Сейчас, после 20 лет реформ, мы являемся в сырьевой колонии, наука практически разрушена, а у нас еще было лучшее образование. Образование представляет собой нечто по Фурсенко, научные школы убиты, инженерные школы убиты. И вы мне еще будете говорить, что я должен к этим реформам как-то по-другому относиться? Ну, вы, так сказать, воспроизвели коммунистическую риторику, рассказы о потерянном светлом советском прошлом. Но, вы знаете, я 1977 года рождения, я застал Советский Союз, я имею иммунитет к этим рассказам, потому что я стоял в очередях. Я помню, как невозможно было купить приличные одежды, то, что продавалось в магазине, было просто уродливо. Я с вами согласен. Я помню, как колбаса была дефицитом. Мы получили Гуччи и Макдональдс, а потеряли все остальное. Вот в чем проблема-то. А, значит, давайте разбираться, что мы потеряли. Значит, мы потеряли производство ВПК, которое большую часть работало на склад, а вовсе не на экспорт. Вот, мы до сих пор там впереди планеты всей по количеству танков, которые мы напроизводили в основном в советское время. Возникает маленький вопрос, кому эти танки нужны и с кем они воюют. Такое ощущение, что их производить вовсе не следовало в таком количестве. То есть, ну, есть известная шутка, которой пользуются экономисты, что, скажем, если вы, будучи холостым человеком, значит, женитесь, то ВВП страны сократится. Потому что раньше вы обедали в кафе, а теперь вам готовит жена. Значит, собственно, фокус с советским ВВП, он был именно в этом, что там производилась масса никому не нужных вещей, которая надувала бумажный ВВП. В то время как востребованные населением потребительские товары отсутствовали, находились в жутком дефиците. Кстати, я скажу, что одним из успехов реформ 90-х, еще, скажем, которые произошли, стало массовое импортозамещение. Ведь если в начале, в конце 80-х, начале 90-х там, так сказать, мы ввозили практически все продовольствие, то мы стали обеспечивать продовольствием себя сами, за исключением буквально там двух товарных видов, это говядина и свинина. Но мы из импортера хлеба и зерна превратились в экспортера хлеба, одного из крупнейших. Это все тоже последствия экономических реформ. А при Советском Союзе мы из Канады, из Австралии, из США, наших геополитических противников, покупали у них зерно, потому что свое зерно мы не умели хранить, оно погибало. Нет, я не хочу сказать, что в Советском Союзе не было никаких достижений, и что там не было каких-то сфер, которые, может быть, стоило бы сохранить. И, скажем, вот, наука, наверное, относится к этой сфере. Но, опять же, с чем мы сравниваем? Вот я вам скажу, что количество книг, именно речь идет о научной литературе, в 90-е стало выпускаться в разы больше, чем в 80-е, просто потому что исчезла цензура. И люди выпустили на прилавки магазинов все то, что они писали в стол. Вот, например, если мы говорим о гуманитарной сфере... Вопрос-то ведь не в этом, вопрос-то как раз не в этом. Почему не было плавности реформ? Почему не сохранили то, что следовало сохранить, и не модернизировали то, что следовало модернизировать, а просто взяли и все разрушили? Ну, значит, я напомню, что у нас Горбачев с Рыжковым как раз обещали нам плавные реформы, и, между прочим, правили они не так мало. Они в сумме правили, там, фактически пять лет. Но плавных реформ у них не получилось по многим причинам. Потому что в условиях ослабления полицейского контроля над страной и сепаратизма провинций, провинции просто не готовы были выполнять в приказном порядке то, что им командовали из Москвы, возникла другая проблема. Что когда Рыжков осуществил частичную либерализацию цен, и вот были знаменитые указы 87-го года там о потребке операции и так далее, то у нас выяснилось, что отпускать что-либо по госзаказу крайне нерентабельно. Намного проще толкнуть на бирже, где это будет стоить рыночную цену, а не там половину рыночной, как ты сдашь государству. И вот явление черного рынка, о котором там многие, в том числе просоветские публицисты, любят писать, что говорят, ну товары же были, просто их прятали. Да, действительно их прятали, потому что когда у тебя была альтернатива продать по рыночной цене или продать по государственной, разница между ними в разы, то понятно, как поступал среднестатистический торговец. А сильного полицейского аппарата, чтобы над каждым стоять и каждый боялся расстрела, его уже не было. Вот это одна из, так сказать, таких, если угодно, экзистенциальных причин того, что происходило. Поэтому нужно было все разрушить. Хорошо, возьмем телефон, звонок. Женщины в первых рядах у нас. Людмила. Здравствуйте. Я хотела бы вмешаться немножко в разговор и напомнить, что когда говорят вот о Советском Союзе, то надо как-то вот разделять период после войны и период горбачевских реформ. Понимаете? Поэтому вот ваш оппонент, он, вероятно, имеет в виду как раз период горбачевских времен. И период есть, извиняюсь, Брежнева, последние годы Брежнева. А у меня, например, ассоциация как раз связана с 50-ми годами, восстановлением вот этой разрухи послевоенной и 60-ми годами. Поэтому вот я хочу сказать, что совершенно разные эпохи, эпоха Горбачева и эпоха социализма 50-х, 60-х. Вот надо как-то все акцентировать, что после войны страну восстановил социализм, а, говорю, мы на реформу ее разрушил. Разрушил его не социализм, а люди, скажем так. В принципе, так, да. Но, наверное, разница-то в чем, что после войны во власть пришли патриоты, прошедшие войну. Ой, история такая штука, что... Давайте туда пока не будем заходить. Юрий. Алло, Юрий, вы на линии. Да, да, да. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Я бы вот хотел вопрос задать. У нас ведь Россия богатая, что углеводородами, что металлами, что другими составляющими ископаемыми. Почему вот у нас в России нет возможности сделать приемлемую цену, за счет чего привлечь инвестиции и развивать внутреннее производство? А приемлемую цену на что? На вот эти ресурсы внутри страны. Так у нас и так, пардон, цены приемлемые. Дешевое производство за счет ресурсов внутри страны. Мне кажется, это сразу, моментально, и создает большое количество рабочих мест, огромное, и производство, и внутренний валовый продукт увеличит. Простите, а... Как вы сможете конкурировать, скажем, с теми же китайцами? У нас отнюдь не самая дешевая электроэнергия. Нет, вот я и говорю, вот сделать все это, ну, приемлемые цены дешевые. Ведь тот же самый Китай, он у нас и электричество покупает, и... Слушайте, а... И у них это все гораздо дешевле. Вы же не понимаете простой вещи, вы не понимаете простой вещи. Например, электроэнергия, там же сидят эффективные менеджеры. Им же уже нужно заработать. Я вам приведу простой пример. Очень интересно, кстати, поучительную историю мне рассказал один из сибиряков. ОГК-5, по-моему, это НЛ, если я не ошибаюсь. Вот, они, бедняги, ввели такие новые энергомощности, по-моему, единственные во всей стране, с нуля построили. Так вот, все было хорошо, пока там сидели менеджеры западные. Как только появились местные эффективные менеджеры, их НЛ взяла, им куб бетона, железный бетон, заливали по 30 тысяч рублей. Представляете, да? Поэтому у нас дешевой электроэнергии быть не может, потому что тариф у нас становится правительством. Генерирующие компании, все сетевые компании, менеджеры хотят хорошо кушать. Поэтому этого ничего не может быть, в принципе. Вы не согласны, субъект? Ну, я как бы, политически, если говорить о нынешнем режиме, я с вами согласен. Но если говорить в принципе, я считаю, что, скажем, совершенно неправильное было решение правительства России 2007 года, это утвердившая непонятно с чего программу выравнивания внутренних и мировых цен на газ. Причем в качестве образца мировых цен на газ были взяты европейские, самые высокие цены. Ну, потому что Газпром должен зарабатывать внутри тоже. Газпром — это государственная компания, это не частная лавочка. Это кто вам сказал? Ну, если судить юридически. Я согласен, что при нынешнем политическом режиме оно несколько иначе. Но государство вполне могло бы урезать аппетиты Газпрома и снизить внутренние тарифы на газ уже сейчас. Тем более, что в отличие, скажем, от начала нулевых, внутренние продажи газа, они рентабельны, они дают Газпрому прибыль. То есть, ну, вот как бы... Причем не слабая прибыль. Да, причем не слабая. И здесь... И Газпром при этом платит очень низкие экспортные пошлины. В разы меньше, чем их платят нефтянники. То есть, если урезать аппетиты, как вы называете их, эффективных менеджеров, то народу и экономике можно облегчить жизнь. Я согласен, что да, это вопрос политический и не так все просто. Но я бы не назвал это технологически нереализуемым. Ни при какой власти этого никогда не будет. С этим я согласен. У нас Николай на линии. Николай, добрый день. Здравствуйте. Степан, ну, ваши попытки, ваше представление о хорошем и плохом, они противоположны представлению вашего гостя, насколько я понимаю. В связи с этим у меня возникает вопрос. Не кажется ли вам, и ваш гость может это прокомментировать, что та идеология, которая придерживается высшей школы экономики, которую она в нашей стране, идентична идеологии криминалитета, что они практически являются таким коллективным профессором Мариарте, нашей экономической преступности. Большое спасибо. Высшая школа экономики, это кто, МАУ? Нет, МАУ это Академия народного хозяйства, высшая школа экономики это Ясин, это Кузьминов. Кузьминов. Прежде всего, Кузьминов и Ясин ассоциируются с брендом высшей школы экономики. Да, бывшего министра. Да, и бывшего министра. А при чем здесь криминалитет? Они просто обслуживающие звено. Ведь вам же, господа, вам же Греф прекрасно на последнем петербургском саммите экономическом все объяснил в своем, по-моему, четырехминутном ролике. Зачем нужны экономисты, зачем нужны политтехнологи? Вы знаете, в каком я ролик говорю, да, Сергей? Я примерно понимаю, где Греф говорит о том, что как же можно доверить власть народу, если вы этот имеете в виду ролик. Но у Грефа есть некоторая проблема. Дело в том, что его коллеги, с кем он обнимается в Давосе, они-то как раз доверяют власть народу. И там система политическая устроена иначе. Ну, об этом мы поговорим после новостей. Добрый день, мы снова в эфире. Степан Димура в программе «Парадокс». Телефон в студии 6510-99-6. У нас в гостях Сергей Живоронков, старший эксперт Институт экономики переходного периода. Вот, Сергей, вы вроде как такой рыночник махровый. Я, впрочем, тоже. Я вот не могу найти для себя ответ на простой вопрос. Почему в России все так дорого? Просто, ну, едешь, например, в ту же Польшу, продукты дешевле и более качественные. Причем дешевле, скажем, в два с половиной раза. Почему у нас дорогие железнодорожные перевозки? Почему у нас дорогая авиация? Почему у нас все так дорого? Все говорят о монополизме. Я постараюсь коротко ответить. Значит, начнем с того, что в России не такие низкие налоги. Значит, вот у нас левые любят говорить, что у нас подоходный налог один из самых низких в мире. Но если вы к подоходному налогу добавите социальные платежи, которые, я вам напомню, составляют 30%, причем они сейчас распространяются уже практически на всех, льготы по ним отменены, то вы получите 43%. А если вы зарабатываете больше 2000 долларов в месяц, то еще плюс 10% на сумму, облагаемую вот этим всем. Вы, к примеру, получите, что налоги на труд у нас не только больше, чем в Китае, но больше, чем в Соединенных Штатах Америки. А это, в общем, тоже сказывается на дороговизне. У нас, скажем, вот если мы берем столицы, у нас есть трагедия, унаследованная нами от, извините, советской власти. У нас есть фантастический дефицит торговых площадей в крупных городах. У нас там количество их примерно в 4 раза ниже, чем в Европе. Поэтому у нас и аренда в разы выше, чем в Европе. А поэтому существует дефицит, который постоянно толкает арендную плату вверх. И почему все это произошло? Во всем мире под торговые площади отдаются первые этажи жилых зданий. А в советское время это было не предусмотрено, потому что считалось, что люди пойдут в магазин. Вот, скажем, проблема дороговизны потребительских товаров в крупных городах. Авиация. Здесь я прямо вам скажу, что здесь, да, конечно же, монополизм. Потому что, извините, там, если рейс в Хабаровск может быть примерно в 2 раза дороже Владивостока, то, ну, о чем мы говорим? Мне просто нужно отлучиться буквально на 2 минуты. Соответственно, при том, что я напомню вам, что Владивосток расположен дальше Хабаровска. Просто там по Владивостоку есть нормальная конкуренция авиакомпании, а по Хабаровску ее нет. И то же самое касается рейсов, выполняемых и во многие другие города, из-за чего люди с удивлением узнают, что у нас, скажем, лететь в минеральные воды по стоимости примерно столько же, сколько лететь в Израиль. Хотя, казалось бы, в минводы лететь 2 часа, а в Израиль 4. Есть проблемы с монополизмом и в других секторах. Например, дороговизна жилья. Ну, почему? Потому что в Москве за последние несколько лет ввод жилья сократился в разы даже относительно лужковских времен. Хотя и при Лужкове его вводили не особенно много. Мы наблюдаем в итоге заоблачные цены в Москве и огромную разницу чисто административную. Вот как только вы пересекаете пределы административной границы Москвы, то выясняется, что в соседнем с Москвой подмосковном городе цены на жилье значительно ниже, чем в том соседнем районе, который административно находится в пределах Москвы. Примеров очень много. Скажем, возьмем энергетику. Ну, если у нас такая стоимость трубопроводов, которая несопоставима ни с чем в мире, и мы строим так, чтобы было дороже, а не чтобы было дешевле. Это такая задача у нас. Например, мы... Построили газопровод Баваненкова-Ухта по полярным льдам с фантастической ценой. А простите, что мешало с севера Ямала провести коротенькую трубу про суши на юг Ямала, где уже существует газотранспортная система? Это было бы значительно дешевле. Да, да, правильно. Вы говорите о коррупции, но, соответственно, это не то, что вот как-то изначально Россия обречена. Вот помните, были такие теории, что там зона рискованного земледелия, все плохо. Ну, простите, зона рискованного земледелия не мешает Канаде почему-то развивать сельское хозяйство. То есть, как говорил профессор Преображенский, разруха, она во многом в головах, а не в глазах. Что может, на ваш взгляд, изменить ситуацию? Или ситуация уже не поддается к какому-либо контролю изменению? Ну, безусловно, я на первое место поставил бы восстановление в стране правового порядка и политической конкуренции. Мы все помним, когда у нас там, скажем, по всей стране происходили выборы мэров, когда их еще не стали навязывать избрание числа депутатов. Я не об этом говорю. Перед выборами самый нерадивый мэр латал дороги и перерезал ленточки на больницах. Что произойти должно? Ну, вы знаете, я принципиальный антидетерминист. Я считаю, что все зависит от действий людей. Я считаю, что люди могут в следующем избирательном цикле избавиться от «Единой России». А мы доживем, как страна до следующего избирательного цикла? Ну, не так долго осталось, всего-то 4 года. Они быстро пролетят. Вспомните, как пролетели годы с 2008 по 2012. Нам надо на рубеже 2016-2018 года избавиться от «Единой России». Нам нужна политическая конкуренция на всех уровнях. Нам нужно правовое государство. Нам нужно избавиться от цик тогда, чтобы избавиться от «Единой России». Я так деликатно скажу, что мировой опыт знает многочисленные примеры смены власти не в результате данных, объявленных циклами, а в результате данных, так сказать, альтернативного народного подсчета голосов. У нас на телефонной линии Дмитрий. Добрый день. Здравствуйте, Степан. Здравствуйте, Сергей. Хочется задать такой вопрос. А нельзя ли назвать текущую ситуацию не просто как крайняя форма монополии, а узурпация как экономической, так и политической власти? И как, по вашему мнению, возможен ли эволюционный способ выхода из этой ситуации? Я бы ситуацию назвал несколько иначе. Просто узурпированы средства производства. При этом, на мой взгляд, режим за все время существования не решил главную проблему. Это вопрос собственности. легализации своего права на эти средства производства. Я очень сильно сомневаюсь, что большинство населения считает, скажем, кого-то из олигархов, человеком, который обогатился трудом. Это очень важно для толпы, это очень важно для социума. Вы как считаете, Сергей? Я обращу ваше внимание, что у нас произошли год назад массовые митинги за честные выборы, а не за отмену итогов приватизации. Это, в общем, глубоко не случайно. Я согласен с вами, народ считает итоги приватизации несправедливыми. Но у него есть такое представление, что они в любом случае будут несправедливыми, как непеределивые. И народ является сторонником каких-то эволюционных изменений. Он не хочет взять все и поделить. Он хотел бы, может быть, чтобы нерадивые собственники, или те, кому слишком дешево все досталось, заплатили бы какой-то компенсационный налог. Или, может быть, повысить налоги на те сектора, где существует сверхприбыль. Ну, например, на ту же газовую отрасль. Такие меры народ поддержит. Но я не считаю, что весь народ в едином порыве завтра выйдет за всеобщую национализацию. Мы вот видели парадокс, что там, по-моему, на Сахарова 10 требований было. И среди них не было ни одного экономического. Ну, это естественно, потому что это, скажем так, несерьезная позиция. У них нет даже экономической требований, экономической платформы. Ну, на мой взгляд. Я тоже не сторонник фронтменов Сахарова. Но я обращу внимание, что тогда существовала некая сборная солянка. Там не было какого-то единого центра, единой организации, которая за все заведовала. И если бы действительно было массовое движение народа за то, что, ну, давайте, так сказать, нам нужна национализация нефтянки, например. То эти лозунги звучали бы с трибуны. Я вот был на Сахарова. Я, ей-богу, не слышал там ни одного такого лозунга. Андрей, вы в эфире. Добрый день. Алло, Андрей. Добрый день. Добрый день. Продолжить свой вопрос, там из-за рекламы не успел. Насчет сырьевой колонии. Вот хотел гостю задать вопрос. Чем РФ, на его взгляд, отличается от сырьевой колонии? Если рассматривать, что сырьевая колония полностью отдает свою территорию под использование метрополии, и население, которое новый порядок не может или не хочет принять, оно уничтожается. Или, как говорят современные гиганты мысли, не вписываются в рынок. Вот. Если смотреть на классиков, то и Маргарет Тэтчер, и ее коллеги из Германии с 40-х годов, они обладали внятыми программами насчет России. И вот сейчас, похоже, эти программы выполняются. Причем достаточно последовательно. Отсюда рост тарифов и налогов. Причем они таким образом строятся, что в первую очередь бьют по производствам. А торговля и экспорт энергоресурсов, они все еще достаточно рентабельны, чтобы даже при этих налогах существовать. И если вот смотреть на факты, то численность населения по сравнению с 1991 годом уменьшилась. Причем существенно. Если брать данные ЗАГСа, то там где-то 85 миллионов всего живет. 87, да. Да. При этом, если смотреть именно более, скажем так, реалистично, то РФ – это вообще сырьевая колония в квадрате. Так как первый уровень – это Москва-метрополия по отношению к остальной части территории. И уже второй уровень – Москва-колония по отношению к базовой метрополии. И вот пример еще по дороговизне в РФ. Если вы посмотрите стоимость купе билета на ЖД «Витмс-Минск» и купите в Белоруссии, то билет будет стоить 13 долларов. Если же на этот же поезд, этот же вагон купейный вы попытаетесь купить в России, стоимость будет 130 долларов. То есть, цена в 10 раз. Вот. То есть, отсутствие какого бы то ни было контроля за какие-то необычные – это полное дает такой результат. Спасибо. Сергей, вопрос к вам. Чем мы отличаемся от… Вот он взял вопрос от сырьевой колонии. Отличаемся ли вы вообще? У нас буквально 30 секунд осталось. Сырьевая колония – это не ругательство. Норвегию никто не презирает за то, что у нее доля сырья в ВВП еще выше, чем в России. Проблема не в том, чтобы взорвать все добывающее сырье предприятия. Проблема в том, чтобы более справедливо расходовать российский бюджет. Прекрасный ответ. Я с вами полностью согласен. Просто кто этим будет заниматься. Итак, к сожалению, время нашей программы подошло к концу.